Воскресенье Такое хорошее время в воскресенье, когда мы собираемся в Доме Божьем. Аминь, драгоценные! Когда мы поклоняемся Иисусу. Вы знаете, мы верующие люди, и многие из нас, мы уже в церковь ходим, ну, у нас есть уже какой-то опыт с Богом, уже есть какие-то ожидания. Но знаете, я верю, что всякий раз, когда мы приходим в церковь, знаете, Библия говорит так, если взыщете меня всем сердцем, то буду найден вами. Скажите, пожалуйста, Аминь. Знаете, это очень важный момент, потому что Богу нужно твое сердце. Я вообще верю, что, знаете, иногда мы что-то в жизни теряем, потому что, ну, так устроена жизнь, есть суета, есть различные бытовые какие-то моменты, есть наш враг, дьявол, духовный враг, который тоже крадет, и Христос об этом сказал, он приходит, чтобы обмануть, украсть и погубить. И дьявол, он лжец. Но знаете, я верю, что есть Иисус, который говорит, я пришел в вашу жизнь, чтобы разрушить дела дьявола. Скажите, пожалуйста, Аминь. И знаете, дьявол, он пытается построить что-то в нашей жизни. Это его работа, это его профессия, знаете, останавливать нас. Он лжец на братьев, он приносит нам свою культуру, в нем нету истины. Но я знаю одно, что когда Иисус приходит, или когда мы приходим к Иисусу, по-настоящему, принося Ему в свое сердце, вы знаете, Иисус приходит в нашу жизнь. И все вот эти бастионы, то, что враг выстраивает в нашей жизни, ложь, различные какие-то атаки, которые могут против тебя приходить, Иисус просто их аннулирует. Скажите, пожалуйста, Аминь. Давайте Господа прославим, Он достоин всей славы. Давайте Ему дадим славу. И мы с вами духовные люди, поэтому мы верим в то, что говорит Библия. Мы верим в Божье Слово, потому что Слово есть Дух. И Слово, оно приходит в нашу жизнь. Библия говорит сама за себя, 2 Тимофея 3,16, что все Писание Бога вдохновенно. Что Божий Дух лежит на каждой букве, на каждом Слове. Поэтому, когда мы приходим в Церковь, мы ожидаем Слово, и через Слово приходят чудеса в нашу жизнь. Помните этого сотника, который сказал, скажи лишь только Слово. Когда Петр вышел из лодки и пошел по воде, ведь он пошел, когда Иисус сказал ему, он говорит, повели мне пойти, и он пошел по Слову. Скажите, пожалуйста, аминь. И я верю, драгоценность, что мы не должны стать такими, знаете, чуть-чуть циничными внутри, знаете, оценивающими. Мы приходим в Дом Божий, потому что верим, что Дух Святой говорит Церкви. Что у Бога есть всегда Слово для твоей и моей ситуации. Что у Бога есть Слово, которое начнет приходить в твою жизнь и менять там все. Скажите, пожалуйста, аминь. У Бога есть Слово, которое живо и действенно, и оно проникает. И я верю, драгоценность, что многие из нас, мы уже знаем, как работало Слово Божие в нашей жизни. И пусть Бог даст нам благодати, быть открытыми для созидающей силы, для той потрясающей энергии Духа Святого, которое помещено в Слово Божие, чтобы поднять нас, провести, вывести и дать нам победу. И все верующие скажут аминь. Ну давайте еще раз прославим Господа, давайте ему дадим славу, он достоин всей славы. И драгоценные у нас были хорошие дни, конференции, общения, немножко подустали. Но это хорошо, потому что Господь ведет нас в новый сезон. Я сегодня хотел немножко поделиться словом и благодарю Господа, что у меня есть такая возможность проповедовать, потому что я верю, что это хорошая, благая часть проповедовать Божие Слово. И я сегодня хотел взять одну тему, коротко, и давайте вместе откроем Библию и откроем книгу «Первую царств». И я тогда начну, это очень хорошая история, и мы немножко поговорим об этом. Первая книга «Царств», девятая глава. И Библия говорит, что «Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авила, сын Церона, сын Бехурава, сына Афия, сына некого Вениамитяина, человек знатный. У него был сын, имя ему Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг, встань, пойди и поищи ослиц». И все верующие скажут «Аминь». И вот знаете, вот в этой истории я вижу вдохновение. Я вижу, что Бог хочет сегодня вдохновить нас посредством этой истории, потому что Библия говорит, что была некая пропажа или даже кража. И вы знаете, мне так нравится, что наш Бог, Он честный, и когда мы читаем Слово Божие, мы видим, что в жизни верующих людей будут различные сезоны, будут различные моменты, которые мы с вами будем проходить. Но знаете, для каждого жизненного сезона, для каждой жизненной ситуации у Бога есть наделение. Скажите, пожалуйста, «Аминь». У Бога есть решение. И вот здесь в этой истории написано, что ослицы пропали. И вот знаете, вот в этой пропаже я вижу иногда свою жизнь, потому что иногда мы обнаруживаем, что нас кто-то обворовал. Так бывает, что вроде бы ты верил, знаешь, полон был надежды, целей, видения, и в какой-то момент что-то приходит в твою жизнь, и ты смотришь, и как будто ничего и не осталось. Правда, драгоценные? Бывает так, что в нашей жизни в каких-то сферах мы чувствуем, нас обокрали. Бывает во взаимоотношениях, в браке, все было хорошо, все было замечательно. Помазание, благоухание, жизнь. Но в какой-то момент приходит непонимание, засуха, конфликты. Так бывает в здоровье, все хорошо. Но в какой-то момент тебе говорят, слушай, у тебя есть диагноз, у тебя есть подозрение. Бывает, когда кто-то из наших друзей, который шел рядом, в какой-то момент отстает, спотыкается, притыкается, падает. С каждым из нас бывают такие моменты. Но мне так нравится, что говорит Библия, что всякий раз, когда есть пропажа в твоей жизни, у Бога есть решение, и все верующие скажут «Аминь». Давайте прославим Господа, давайте Ему дадим славу, давайте хорошо Его прославим. Я видел столько в жизни ситуаций, в своей собственной жизни, когда реально ты понимал, что что-то пошло не так, незапланированные вещи. Мы никогда не планируем поражение, мы планируем видение, мы планируем шаг, путь, направление. Но в какой-то момент мы понимаем, что, слушай, со всех сторон приходит что-то, и ты понимаешь, что ты от такого, у тебя вопросы появляются. Но знаете, что Бог говорит в этом слове? Если у тебя что-то пропало, встань, пойди и поищи. Скажите, пожалуйста, «Аминь». Давайте дадим славу Господу, давайте Его прославим, Он достоин всей славы. Я верю, драгоценный, что Бог, Он есть Бог надежды. Я верю, что это природа Святого Духа, приходить в жизнь людей, и там, где есть обнуление, там, где есть кражи, Дух Святой приходит и говорит, слушай, я все могу изменить. Вы знаете, интересно, что когда приходят такие ситуации в нашей жизни, мы не должны становиться в позицию жертвы. Мы не должны искать, знаете, кто виноват, потому что это нас будет отвлекать. Если мы будем искать виноватых, мы всегда их найдем. Но Бог говорит, слушай, ищи решение, трать туда свою силу. И вы знаете, драгоценные, я верю, что вот в этой истории Бог хочет ободрить нас и вдохновить. И может быть, сегодня, знаете, в чьей-то жизни вы потеряли взаимоотношение с Богом. Ну, конечно, вы ходите в церковь, потому что вы любите Бога, но вы реально понимаете, что вы следуете за Богом как бы издали. Может быть, сегодня в каких-то других сферах есть вот такой пробел. Я чувствую, как Дух Святой говорит, тебе сегодня решать. Ты сегодня принимаешь решение. И Бог говорит, встань, пойди и поищи. И я верю в драгоценность, что Господь, Он есть Бог реванша. Бог, Он так устроен в нашей жизни. Он говорит, ищите Царствие Божие. Почему? Потому что оно может быть потеряно в нашей жизни. Потому что мы иногда можем упускать это. Но Бог говорит, ищите прежде всего Царствия Божьего и правды Его. И все верующие скажут Аминь. Давайте прославим Господа. Давайте дадим славу. Он достоин всей славы. Итак, драгоценный, если в твоей жизни есть какой-то пробел, давайте начнем двигаться в сторону решения. Вы знаете, вера, она ищет. Вера не только принимает. Вера не только ждет. Есть позиции в ожидании. Но Бог говорит, что вера, она также простирается. Вера, она не просто желает. Она встает и идет в сторону решения. И все верующие скажут Аминь. Женщина с кровотечением, много лет пострадавшая, измученная, однажды встала и сама в себе. Никому она это не сказала. Она никому ничего не доказывала. Не искала виноватых. Она просто сказала сама в себе. Пойду и прикоснусь. И исцелюсь. И с таким решением, когда она пришла к Иисусу, толпы теснили его. Но с таким решением, с таким правильным положением в сердце, она подошла к Иисусу. И сам Христос был удивлен, что сила из него вышла. Знаете, драгоценные, я верю, что когда мы приходим в Дом Божий, когда мы приходим в Его присутствие, я верю, что у нас должно быть такое состояние сердца. Я только коснусь. Я только подойду. И решение придет. Моя семья вернется к Богу. Мой брак будет восстановлен. Мое служение будет вновь обновлено и помазано. Скажите, пожалуйста, аминь. Мои решения, они станут другими. Мое предпочтение, мои приоритеты начнут меняться. Я верю, драгоценные, что Бог по-прежнему тот же. Вчера и сегодня один и тот же, который хочет приходить в нашу жизнь, удивлять нас и являть свою славу. И все верующие скажут аминь. Давайте Его прославим, Он достоин всего славы. Давайте хорошо прославим Его. Вы знаете, в Евангелии Иоанна, 7 глава, есть интересное место. И Библия говорит, что... Я сейчас найду это место. Иногда, знаете, мы делаем какие-то интересные вещи. И в 7 главе, в последних стихах, Евангелия Иоанна, 7,53, Библия говорит, и разошлись все по домам. Вот знаете, иногда мы соглашаемся с поражением в нашей жизни. Выбираем такую как бы позицию, ну, как такого уже смирения. Иногда мы боимся делать шаг по причине того, чтобы вновь не разочароваться, потому что уже были попытки и был определенный опыт. Но знаете, если мы откроем 8 главу, И в первом стихе написано, Иисус же пошел на гору Илеонскую. Скажите, пожалуйста, аминь. Иисус пошел за решением. Я верю, драгоценный, что если ты что-то потерял в своей жизни, у Бога есть решение. У Бога есть решение. Сегодня здесь есть решение для тебя. Я помню, как в моей жизни были моменты, когда я чувствовал, что дьявол приходит и обворовывает, крадет взаимоотношения, крадет братство. Я помню, как были моменты, когда мое видение просто исчезло в один из моментов. И когда ты теряешь видение, ты начинаешь жить низкими категориями, начинаешь смотреть недостатки, начинаешь видеть слабости людей, потому что у тебя нет наивысшей цели. Тебе некуда простираться, тебе нет ради чего оставлять старое. И однажды Господь пришел ко мне и сказал, послушай, сын мой, я тебя люблю. Не отожествляй себя с поражением. Не отожествляй сегодня себя с тем, где ты находишься. Подними вновь свои глаза. И Он мне дал видение. Драгоценный, я верю, что сегодня Господь хочет кому-то сказать, встань, пойди и поищи. Давайте Богу дадим славу, Он достоинств и славы. Давайте прославим Господу. Это Божье Слово. И интересно, дальше здесь есть что-то еще, я немножко можно поделюсь. И дальше Библия говорит, что, Писание говорит, что они пошли искать. И с ним пошел слуга. Первый царств, 9 глава, 3 стих. И пропали ослицы у киса отца Саула. И сказал кис Саула сыну своим, возьми с собой одного из слуг, встань, пойди, поищи ослиц. Знаете, я увидел, что есть еще второй момент, который важен. Ищи в своей жизни правильных попутчиков. Скажите, пожалуйста, аминь. Можно я вам открою один секрет? Когда я прихожу в какую-то церкви, я всегда интересуюсь, где в этой церкви молитвенник? Серьезно говорю вам? Я спрашиваю у пастора, интересуюсь, скажите, а где в этой церкви молитвенник? Потому что я знаю, это именно те люди, которые поведут тебя к решению. Скажите, пожалуйста, аминь. Давайте Богу дадим славу. Давайте Его прославим. Однажды Иисус пришел в ситуацию, где, помните, девочка умерла. И Библия говорит, когда Иисус пришел, ему сказали, ну, она умерла уже, все, все, все. Знаете, так с нами бывает, когда нам говорят, все, твой брак умер, твое видение, все, его нету. Бог больше вообще не заинтересован в тебе, Он отверг тебя, все. Но мне понравилось, что Иисус взял этих людей и проводил их. Библия говорит, Он вывел их вон и взял с собой только тех, кто верили вместе с Ним. Скажите, пожалуйста, аминь. Драгоценное, я верю, я знаю, как в моей жизни много менялось от моего окружения. Когда в мою жизнь приходили люди и говорили, их немного, и всегда этих людей немного, но они всегда есть у Бога. Скажите, пожалуйста, аминь. Есть всегда те люди, которые скажут, вот мое плечо. Я тоже боюсь. Я тоже не знаю, как это может поменяться, но знаешь, что я готов согласиться с тобой. Я готов взять ответственность и мы за эти шаги пойдем вместе. И я увидел драгоценное, что второй пункт, который очень важен. Когда ты ищешь то, что было украдено в твоей жизни, тебе необходимо иметь людей, которые помогут тебе прийти к твоему чуду. Скажите, пожалуйста, аминь. Давайте дадим славу Господу. Давайте его прославим. Он достоин всей славы. К сожалению, когда в нашей жизни неудачи, мы идем к тем, кто в этот момент тоже в поражении, мы не должны отворачиваться от людей. Но послушайте, в моей жизни были моменты, когда я чувствовал, что сейчас мой рот нужно закрыть. Были моменты в жизни, когда я понимал, мне нужно взять время с Богом, потому что если я пойду кому-то, вот в этом кризисе я сделаю еще хуже, мне нужен человек, который согласится со мной, который поверит вместе со мной, который скажет, пойдем. Вы знаете, у меня есть замечательный диакон Павел в нашей церкви. И однажды вот у нас был такой кризис в реабилитационной работе. У нас несколько центров было, свой дом. Были чудеса, когда однажды просто мужчина пришел и бросил деньги в ведро, оно аж выпало из рук. Бог благословил там, мы купили недвижимость, но работа стала падать. Я пошел общаться с теми людьми. Я не пошел к неудобным людям, которые скажут, сопротивляйся, верь, побеждай, иди. Я пошел к тем людям, которые вместе поверили со мной, что реабилитации больше нет, что это время прошло, что все, другие времена, что наркотик сегодня такой сильный, что наш Иисус не в силах что-то поменять. И однажды Господь приводит ко мне человека, который говорит, пастор, я с тобой. Я не хочу заниматься реабилитацией, потому что я много лет занимался, но я с тобой. Через две недели открываются два реабилитационных центра. летом, вне сезона, у нас больше 45 человек на реабилитации. Две недели, да? Там сколько? И центр наполнился. Давайте Богу дадим славу, давайте прославим Господу. АПЛОДИСМЕНТЫ Драгоценные, я хочу сегодня ободрить вас. Если ты потерял видение, может быть, ты потерял желание служить, но Бог тебя избрал. Сегодня были замечательные слова сказаны, что Бог призвал нас строить дом Божий. Скажите, пожалуйста, Аминь. Он тебя призвал. Это Его территория чудес. Когда мы участвуем в деле Божьем, это не только финансовые моменты, драгоценные, это созидательная сила молитвы, ободрение, домашние группы, служение детям. Я не знаю, у вас так много всего. Стань частью этого. Стань частью этого. И ты увидишь, это те люди, которые поведут тебя в славу Божию. И все верующие скажут Аминь. Давайте прославим Господа. Давайте Ему дадим славу. Итак, первое. Если ты что-то потерял, послушай, это можно найти. Второе. Найди правильных попутчиков. И все верующие скажут Аминь. Дальше написано. И пошли они на гору Ефремову. Это 1 Царс 9, 4. И пошли в землю Шалишу. И не нашли. Пошли в землю Шалим. И так их нет. И пошли в землю Вениаминову. И не нашли. Вы знаете, я увидел, что третий пункт, который очень важный. Иногда мы ищем не в тех местах. Иногда мы ищем не в тех местах. А Бог говорит, решение есть там, где пребываю я. Решение есть там, где есть почтение. Скажите, пожалуйста, Аминь. Иногда мы пытаемся найти решение в обидах, в недовольстве, в разочаровании, в ропоте, в жалобах. А Бог говорит, послушай, я совсем в других местах. Я в тайне. Скажите, пожалуйста, Аминь. Бог есть в тайне. Скажите, пожалуйста, Аминь. Бог есть в тайне. Послушай, ищи Бога в правильных местах. Твое решение, твои победы, помазание, наделение, вера, надежда, это все там, когда ты заходишь в место, закрывая за собой дверь. И там никого нет. Там Бог, который в тайне. Который в тайне потом делает все явным. Скажите, пожалуйста, Аминь. Давайте ему дадим славу. Давайте прославим Господа. Он достоин всей славы. Я верю в драгоценные. Именно там наше решение. Дьявол отвлекает нас. Знаете, вы заметьте, что мы находим время на все. А он говорит, слушай, Бог говорит, слушай, зайди в комнату свою, затвори дверь, отрежь себя от всего. Это время между мной и тобой. И там будут приходить решения в твою жизнь. Там ты получишь силу для спасения своих детей. Там ты получишь наделение для дел, потому что Бог говорит, я благословляю дела рук твоих. Скажите, пожалуйста, Аминь. Это он помазывает твои руки. Драгоценные, это так важно. Бог помазывает нас именно в этом месте. И вот Писание говорит, они пошли в одно место, в другое, в третье. И там написано, не нашли и не было там. Не нашли и не было там. И знаете, драгоценные, я верю, что есть правильные места, где у Бога есть решение для твоей и моей жизни. И все верующие скажут Аминь. Однажды я встретил свою супругу. Я поехал на миссию. Я тогда был не такой красивый и сильный, как сейчас. Высокий, сейчас я, да, в духе. И я помню, когда я приехал в Москву на одно из служений, я увидел красивую девочку. А я люблю, ну, как все красивое. Ну, как мне кажется, мы все любим все красивое. Правда, драгоценное? И я сказал, это моя жена, походу. Я подошел к одному из лидеров служения, говорю, а кто это за девочка? Мне сказали, эй, у нее два высших образования, она педагог, музыкант, у нее там какой-то в Москве бизнес. И мне сказали, слушай, не лезь туда, уже там столько людей приходило, померли, ничего не получилось. Столько полегло там. Я ушел в тайную комнату, помолился. Я не колдовал, там не ломал ее, как бы, волю, но я просто сказал, Господь, ну, мне кажется, это она. Я подошел к ней, привет, как дела? Мне сказали, ты рекламой занимаешься? Она говорит, да. Я говорю, а мне баннер нужен? Ну, мне баннер не нужен был. Она говорит, да, я могу сделать тебе баннер. Я говорю, сделай мне два баннера. Она говорит, хорошо, сделала мне два рекламных баннера в церковь. Через какое-то время я подхожу, а ты и визитками занимаешься? Она говорит, да, я и визитки делаю. Я говорю, а сделай мне визиток? Она сделала мне визитки Через какое-то время я опять подошел к ней Говорю, ты самоклейкой занимаешься, мне сказали Она говорит, да Я говорю, мне нужна самоклейка Одна сестра из церкви подходит к ней Татьяна, а тебе не кажется, что пастор Михаил к тебе подкатывает? Прошло время какое-то, я подошел к ней Я говорю, Татьяна, приезжай к нам в церковь Послужить на евангелизацию Она говорит, хорошо Ну и в общем-то, вот как-то все так началось А потом, когда я подошел, я искала о своих чувствах Она говорит мне, нет Я говорю, что-то я не понял, как это нет Внутри-то у меня, да Ты, наверное, помолись, может ты там не в ту комнату зашла Или еще что-нибудь Я-то молился, я знаю, что Бог сказал Я сказал, да Прихожу к ней второй раз Она говорит, нет Я думаю, что-то она, наверное, Бога не слышит, что ли Пошел к своему лидеру У меня лидер был хороший, Павел Я говорю, ну вот что-то она говорит, нет, нет, наверное, нет Он говорит, ты слушай, у женщин нет, это да Думаю, ничего себе А я понял, что правда так и есть Да, вы замечали, когда женщина говорит, ты будешь есть? Не, не, не буду А потом ты ешь Она говорит, а можно откусить? Я говорю, слушай, ну ты же сказала, нет, я на себя рассчитывал Тут все конкретно для меня Я уже сейчас не спрашиваю, я беру сразу и ей, и себе Если что, доем, вот видите, доедаю Другая проблема сейчас Ну и я пошел к Господу и молился Я говорю, Господь, но она так любит Иисуса Она служит тебе Мне клавишник нужен в церковь Красивый И Бог мне сказал, иди воюй Я пристал к ней И знаете, раз нет, два нет, три нет А на четвертый раз она села, заплакала Я, видно, так не в лучшем У меня как бы внешняя часть жизни не очень хорошая была Там церковь 15,5 человек была Вот Из Москвы в Орехово-Зуево ехать Тоже не очень популярно тогда было Но она мне сказала, да Давайте Богу дадим славу Он достоин всей славы Драгоценные Я верю, что У Господа есть решение Для тебя В тайной комнате Вы знаете, я хочу еще открыть сейчас одно местописание Быстро Это Первое Царство Девятая глава, пятый стих Когда они пошли в землю Цуф Саул сказал слуге своему, который был с ним Пойдем назад Чтобы отец мой не оставил ослиц Не стал беспокоиться о нас И вот это, знаете, иногда есть такая природа Когда ты чего-то не добиваешься, не достигаешь У нас есть ложная природа Пойдем назад Пойдем назад А Бог говорит Тебе не нужно идти назад Я не для того тебе призвал Чтоб ты назад шел Я учу тебя идти вперед Скажи, пожалуйста, аминь Я учу тебя идти вперед Вы знаете, мы когда Первую Церковь Собрались открывать У нас церковь 150 человек Сам город небольшой 120 тысяч населения В принципе, это хорошая церковь Но я верю за тысячную церковь Да Поблагодарите Господа за меня, пожалуйста И я помню, как я собрал Однажды пасторов и сказал Ребят, а что мы вот все вокруг одного места бегаем Мы такими поместными стали Посмотрите, сколько городов Я принес бумажку Взял маркер и нарисовал города И они тогда не очень поняли меня Но прошло время Все они, эти пастора, сегодня служат Сейчас мы открыли пять церквей Да, давайте Богу дадим славу Он достоин всей славы Я вам скажу, что я верю за все Подмосковье Я не хочу идти назад В жизненные ограничения Я хочу идти вперед Потому что Бог говорит Что Бог наш есть Бог веры Скажи, пожалуйста, аминь И Он говорит, что вера, она идет вперед Она не включает заднюю скорость Она идет вперед Даже когда сталкивается с обстоятельством Апостол Павел сказал Противников много Но дверь широко отверстна Скажи, пожалуйста, аминь Господь сказал Врагов много Но я буду накрывать столы Ввиду их Скажи, пожалуйста, аминь Послушай, Бог, Он действует по-другому Поэтому я хочу сегодня тебя ободрить Не возвращайся назад Не возвращайся назад Иди вперед Скажите, пожалуйста, аминь Иди вперед И Бог даст тебе благодать Знаете, здесь еще что-то написано 1 Царс 9.6 Но слуга сказал ему В этом городе есть человек Божий Человек уважаемый Все, что Он скажет, сбывается Сходим теперь туда Может быть, Он укажет нам путь Наш По которому нам идти Скажи, пожалуйста, аминь Аминь Ребята, нам очень нужна церковь Никогда не оставляй церковь Какое бы ни было у тебя состояние Иногда просто приползай Я знаю, что это такое Проповедовать за кафедрой Когда все болит Когда нету веры Когда в репцентре кто-то умер Когда в финансах проблемы Когда критика Я знаю, что это такое Но я знаю одно Мне нужно прийти в место Где Бог укажет мне путь По которому мне идти Скажите, пожалуйста, аминь Давайте Богу дадим славу Давайте Его прославим, пожалуйста Враг нас будет сталкивать Враг будет врать против церкви Потому что у церкви ключи От всего Потому что Иисус создал церковь И у ней У этой церкви Где Бог тебя поместил Есть возможности Есть власть И именно в этой церкви Бог направляет твой путь Дает тебе святыни Вдохновляет Корректирует Но Он показывает путь По которому тебе нужно идти Чтобы прийти К своему чуду Скажите, пожалуйста, аминь Аминь Не оставляй собрания своего Не оставляй Иногда мы будем непоняты в церкви Иногда вещи в отношении нас Могут казаться людям Ребят, это нормально Но мы знаем Почему мы здесь Потому что Бог Показывает нам здесь Направление И путь для нашей жизни Скажите, пожалуйста, аминь Давайте Его прославим Давайте им дадим славу Он достоин всей славы И последнее драгоценное Можно я еще скажу Последнее Библия говорит 1 Царс 9.7 И опять отвечал слуга Саулу И сказал Вот в руке моей четверть сикля серебра И я отдам человеку Божию И он укажет нам путь наш Скажите, пожалуйста, аминь Знаете, я верю, что В церкви есть всегда кто-то Возле тебя И если у тебя что-то закончилось То у него есть Скажи, пожалуйста, аминь Аминь Почему нам нужны взаимоотношения Почему нам нужно братство Потому что будут дни, когда у меня не будет Но будет у моего брата Будут дни, когда у меня закончится Но будет у того, кто рядом Кто будет служить мне Кто скажет В моей руке есть И я дам тебе Аминь, драгоценный Спасибо Давайте ценить друг друга, церковь Давайте ценить друг друга Мы разные У нас разные культуры Разное прошлое Разное настоящее Но Бог соединил нас Чтобы мы служили друг другу Тем даром, который у нас есть Скажите, пожалуйста, аминь И иногда будут дни Когда у тебя закончится Но придет тот и скажет У меня есть В моей руке есть В моей руке есть слово В моей руке есть молитва Я не знаю, может быть еще что-то Есть в моей руке В моей жизни были такие моменты Когда я служил людям Отдавал себя, преломлял себя И потом в моей жизни заканчивалось что-то И через какое-то время приходили они Вы знаете, вот за этот год Было несколько чудес в моей жизни Когда один брат, которому я много лет служил Бог стал его поднимать И он пришел ко мне и сказал Пастор Ты столько лет ездишь там На разных машинах Но знаешь, я хочу Купить тебе машину хорошую Я И мне благословили машину Да, можно Богу дать славу Давайте прославим Господу Я 15 лет жил в съемной квартире И один из братьев приходит и говорит Пастор, мы даем в Дом Божий Мы жертвуем в церковь Но знаешь что? Я хочу благословить именно тебя И он приносит большую сумму денег И говорит, возьми это Пусть это будет начало для твоего жилья И мы женой купили сейчас квартиру Бог нас благословил Драгоценные Когда мы служим друг другу Господь нас будет благословлять Должно, может быть, время пройти Должны какие-то сезоны пройти Но послушай, цени людей, которые рядом И однажды Господь через них Начнет тебя благословлять И служить именно тебе Скажите, пожалуйста, аминь Давайте дадим славу Господу Он достоинности и славы Ну давайте встанем тогда И помолимся, драгоценные Господь Иисус Мы сегодня благословляем Твое Святое Имя в Доме Божьем Иисус, мы поднимаем Это направление Потому что я верю, Господь Что сегодня Ты говоришь Чью-то жизнь Что Ты даешь направление Для решения Потому что Ты Бог Который указываешь путь Ты Бог, Который ведешь нас Ты Бог, Который приходишь В наши потери В те места, которые Непопулярны в нашей жизни И Ты говоришь У меня есть решение для Тебя У меня есть решение Я верю, Господь, что Ты дал это Слово Сегодня здесь Моим братьям и сестрам Чтобы направить их Вернуть украденное Вернуть потерянное Я прошу Тебя, Господь, я прошу Тебя, Дух Святой Чтобы сегодня Ты поместил Это на жизнь моих братьев и сестер Во имя Иисуса Христа, Дух Святой Я прошу Тебя В смирении Не из того, кто я Но из того, кто Ты, Господь Чтобы Ты помазал Моих братьев и сестер Свежим помазанным Чтобы встать Пойти и найти То, что было потеряно Во имя Иисуса Христа И весь Божий народ скажет Аминь Давайте прославим Господа Он достоин всей славы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok